Сегодня у нас будет важная тема для тех мастеров, которые хотят расширить свой спектр услуг, ассортимент для ваших клиентов, которые хотят спасать лица не только от нежелательного татуажа. Сегодня мы будем говорить об эффективном щадящем средстве удаления татуажа. Друзья, давайте познакомимся. Напишите цифру 7, кто меня знает. Цифру 1, кто вообще впервые видит меня. Я пока все равно кратко представлюсь. Меня зовут Наталья Селевич, я официальный представитель бренда SexSense. Я владелица сети перманентного макияжа и косметологии, центра эстетики. Мы работаем более 10 лет в индустрии красоты. У меня салон в Новосибирске, в Москве и сейчас в Израиле. Сейчас я нахожусь в Израиле, мы тоже сейчас здесь развиваем свою сеть. И мы занимаемся уже... 6 лет мы занимаемся удалением перманентного макияжа. И плюс мы делаем, естественно, перманентный макияж. И за это время мы работали на разных тоже брендах. И в том числе мы удаляем активно... Особенно раньше мы больше удаляли лазера. Сейчас мы занимаемся активно удалением. Мастера, согласитесь, что сейчас активно развивается, казалось, индустрия перманентного макияжа. Но трэша, как называем, да, который видим, жуткий татуаж, его становится все больше. Вот кто с одной согласен, поставьте цифру плюс. То есть поставьте просто плюс. Я не знаю, как в ваших городах, может, у вас исключение, но что в Москве, что в Сибири, что в Израиле. Казалось бы, мастеров миллиард, школ очень много, все обучают сейчас. Но почему-то заживших работ до сих пор все меньше показывает процент, да, если смотреть общих мастеров. А удалений все больше. Причем сложных удалений всевозможных. Вот кто с таким уже столкнулся, да, вот вижу, Яна тоже поставила уже плюс. Вот я пока по своему опыту это хочу отметить. И давайте, наверное, кстати, я сейчас хочу отключить комментарии, чтобы это не отвлекало, потому что я готовила презентацию. Презентацию. И в конце я обязательно включу и отвечу на ваши вопросы. Ну так вот, несмотря на развитие, да, бурной индустрии, мы видим такое огромное количество неудачных татуажей. Сейчас при этом огромное количество средств для удаления татуажей. Когда в свое время мы удаляли, мы выбирали препарат, на чем работать с моими специалистами, я просила у производителей показать мне примеры удаления зеленых, каких-нибудь, да, таких сложных случаев, бежевых случаев. И мне, к сожалению, мало показывали. И тот препарат, о котором сегодня я буду рассказывать, пожалуйста, дайте реакцию, кто слышал о ревайвинге. Напишите цифру 1, а тот, кто уже работает, уже имеет опыт, поделитесь, пожалуйста, тоже этими результатами, своими впечатлениями, чтобы другим участникам было интересно послушать. И сегодня я рассказываю, потому что здесь много новичков, мастеров, поэтому, в общем, расскажу, почему мы выбирали этот препарат. Во-первых, потому что им невозможно получить минус ткань, невозможно получить ожог, им можно работать на веках. Клиент ходит с относительно такими легкими корочками, и это достаточно комфортно. Ну, а главное, что он удаляет все сложные удаляемые оттенки, вообще любые оттенки, да, то есть это и зеленый, это и желтый, это мятный, это бежевый. И это все, пожалуйста, вот сейчас я вам, допустим, для примера, давайте покажу. Например, вот одна процедура удаления зеленого татуажа. Тот, кто занимается, сталкивался, знает, что зеленый считается, ну, наверное, самый сложно удаляемый цвет. Вот здесь была у женщины одна процедура. Соответственно, зеленый цвет удаляем. Есть видео у нас в аккаунте по SexSense, SexSense Pro. Это видео, в фотографии все представлено, больше работ. Вот пример удаления желтого татуажа. Тоже мы знаем, что лазер, например, с ним не справляется. Здесь одна процедура перед второй встречей, вот мы видим, как ушел желтый цвет. И самое главное, что это средство, оно производитель, поскольку это средство, оно без риска получить ожог, да, поэтому специальное обучение, вот отдельное какое-то, да, не требуется. Иногда мастера просят, не у всех поставлена рука, то есть по вашим просьбам мы начали в Москве проводить такие мастер-классы, они там занимают 4 часа, но вообще это не требуется. То есть состав мы вносим просто так же, как пигмент в кожу, только до глубины залегания пигмента и достаточно плотно. И все, то есть, грубо говоря, там просто это сделать, главное понять ощущение кожи, да, и это средство, оно будет удалять пигмент неудачный, нежелательный из кожи. Вот я показала вам пример желтого. Как вам результат? Смотрите, вот, например, салатовые брови, да, удаление с бровей. Когда люди приходят, например, вот, например, к нам в студии, они приходят после многочисленных лазеров, люди потратили деньги после всевозможных процедур, и они остаются очень довольны, что, блин, я вижу, наконец-то, эффект. В Израиле сейчас очень много тоже неудачных случаев, и прям люди говорят, я разные ремоверы пробовала, люди приходят, люди это видят. У нас есть чат поддержки, обязательно останьтесь до конца, я объявлю о подарках, и вам полезным. И тоже в чат, кто хочет, я скажу, как к нему попасть. У нас есть закрытый чат поддержки мастеров, там очень много примеров, делимся результатами. Вот, смотрите, например, бежевый, да, то есть здесь удаление свек. Если даже состав попадает в глаз, то есть обязательно промыть, просто аккуратненько, не знаю, что нужно там заливать, да, его в глаза, в открытые. Но состав безопасен, еще раз повторяю, и при этом он удаляет диоксид титана. А тот, кто дольше мастера работают, вы знаете, что белый цвет, диоксид титана, который вообще очень сложно удалить. Смотрите, показала на веках, вот еще пример удаления свек. Здесь обычно темные цвета, да, мы видим, тоже как он хорошо высветляет. Здесь чередовали с лазером. Один раз был лазер, остальные разы был ревайвинг. Вот тоже пример, да, то есть он высветляет так ненавязчиво, деликатно делает цвет. Например, удаление татуажа с губ. Смотрите, то есть препаратом оптимально можно удалять татуаж с губ. Здесь промежуточный результат, мы видим, как ушла, да, плотность, яркость с губ. Потому что вообще вы, я думаю, что уже новички и также опытные мастера уже знают, общеизвестно, что лазер не рекомендуется для удаления татуажа с губ, потому что возможно изменение цвета на серый, это ужасно смотрится, черные такие губы. Поэтому мы удаляем, конечно же, ревайвингом. И вот виден тоже результат, это зажившие спустя месяц. Вот пример, то есть их масса примеров. Я почему показываю вам сейчас с фотографией, я думаю, что это лучше показать, чем что-то рассказывать. Вот здесь мы видим пример удаления диоксида титана с губ. Я думаю, что вы видели такие белые, плотные, замазанные, такие как губы бабушки у клиентов, если вы еще успели увидеть. Лазер здесь точно бесполезен. Вот здесь, смотрите, пример. Один раз у мастера, нашего клиента, как хорошо ушел белый цвет с губ. Клиентка, конечно, безумно счастлива. Вот пример удаления контура, да, такого, когда ярко. Бывают мастера пишут, говорят, я перестаралась, вот чуть-чуть надо высветлить. Не надо применять никакие корректоры, вы просто проходите составом, так же, как вносили татуаж, только поплотнее. И, собственно, у вас удаляются губы. Вот, например, засаженность, да, на губах. То есть они такие были синюшные губы, и вот, как мы видим, они уходят. Ну, думаю, по примерам удаления татуажа вы более-менее поняли. Хочу показать, что еще умеет делать ревайлинг. Посмотрите, это удаление пигментации. Мастера, дайте реакцию, полайкайте на экран те, у кого есть клиенты с пигментацией. Я думаю, что сейчас это очень распространено, ну, это встречаемся. Хотя пигментация, конечно, это уже следующий уровень мастерства в работе. То есть я советую переходить к удалению пигментации только опытным мастерам. Когда вы уже стали работать с удалением татуажа, вы получили результаты. У вас удаляется татуаж с губ, там, с век. Все, вы спокойно, вы поняли этот, да, препарат. Сколько нужно его вносить, как там, ничего сложного. И уже потом вы работаете с пигментацией. Там нужно работать еще просто более деликатно. Об этом в чате тоже поддержки мы все говорим. И вот результат через месяц. И пигментация не возвращается. Почему нужно работать опытным? Потому что если мастер-новичок, он может вдруг как-то травматично сработать, потому что есть риск получения, например, посттравматической пигментации. Так, ребят, получается, суть вы примерно поняли. Я сейчас на время включу ваши вопросы. Тоже, чтобы пообщаться, поувидеть. Понятно по примерам, да? И смотрите, давайте я расскажу, в чем разница между, и в чем нюансы, да, основные в работе с ревайвингом. Во-первых, это то, что, это просто, я сказала, что не требует обучения, что это просто нужно вносить на глубину залегания пигментов. Это важный момент. И в том, что он видит любой оттенок, абсолютно любой оттенок, и он работает через высветление. То есть, например, если вы перестарались, где-то засадили кончик. Вот мастера, у кого такое было, что к вам клиент приходит на коррекцию, тело брови сделано хорошо, а на кончике заглубились. Я думаю, вы видите вот эти засаженные пиксели. У кого такое было? Поставьте, давайте номер, цифру 2. Кто хоть раз засаживал свою процедуру, засаживал брови? Никого не было? Когда клиент приходит на коррекцию, и у нее такой сероватый кончик, а все остальное хорошо. И кажется, что раньше мы, например, если лазер брать, это, грубо говоря, в половине цвет, начнется какое-то изменение цвета в красный. Сейчас много, если в пигменты начинают в оранжевые, какие-то еще оттенки уходить. И пол брови вы не исправите, например, точно лазером. Второй момент вы могли сделать корректором, но это дополнительный слой краски, и все равно через годы это будет все равно видно. Третий момент, вот вы как раз, когда берете ревайлинг, он высветлит засаженность, и на поверхности останется приятный оттенок. Вот, поэтому здесь вы исправляете ошибки свои и также чужих мастеров. То есть, если вы видите, например, в момент процедуры, что вы заглубились, вы сразу же можете нанести состав клиента, отпустить, пигмент менее приживется. То есть, либо используем сразу после процедуры, куда-то стрелочку ввели, она у вас дрогнула, рука, все может быть. То есть, это такая стирательная резинка, да, у вас в кармане, в арсенале. Или, когда клиент уже приходит по зажившим, да, когда приходит на коррекцию, либо часто пишут, я сделалась там вчера или через три дня назад губы, срочно мне удалите. Не можем уже, да, то есть, ждем месяц и смотрим. Во-первых, может, корочка вся сойдет, ничего не останется. Поэтому работаем либо сразу, либо уже по зажившим минимум через месяц. Вот. По поводу, хороший вопрос, кислотный состав, либо щелочной. Ревайвинг, то есть, здесь разные pH, я не буду углубляться в химию. Ревайвинг это раствор на таком слабо-щелочном растворе. Кстати, очень есть интересное исследование. Смотрите, я покажу на примере шрама. Хотела вам показать. Вот. Эта работа была сделана ревайвингом. Одна процедура удаления шрама. За счет чего? Я не буду углубляться в химию. Если нужно, вам подробнее, девчонки, я скину эфир. Как раз разработчика и автора, и создателя ревайвинга, где мы обсуждали как раз химическую составляющую. Очень подробно там это все есть. Если надо, вы напишите в аккаунт SixSense Pro, и мы вам обязательно пришлем. Вообще, есть целые научные работы. На тему, например, вот научная работа я записала себе. Влияние кислотно-основного состава среды на течение раннего процесса. Автор Фитахов, Винник и Теплякова. То есть я не химик, я не претендую. Здесь это кандидаты медицинских наук доказали, что лучшая среда для заживления кожи все-таки щелочная. считать. Потому что сейчас разные. Каждый марафон, каждый двигает свои ремуверы, кислотные, солевые. И я как мастер начала путаться. То есть вот есть факты, которые доказывают, что щелочная среда, все, слабо-щелочная, она создает среду, оптимальное для заживления. Заново, вот здесь видим, на примере, на примере шрама, вот отключу комментарий, посмотрите. Видите, был шрам, плотный рубец, белый, да, такой матовый. Вот с такими шрамами мы можем работать. Следы от блефоропластики, следы от микроблейдинга. То есть изначально, когда мы начинали работать с ревайдингом, я замечала, что от микроблейдинга рубцы уходят. Потом мы уже в качестве эксперимента мы пробовали удалять блефоропластику. Шикарные результаты. Мы удаляли по ореолам. Если здесь есть мастера, которые работают с ореолами, вы знаете, что после подтяжки часто бывает вот этот плотный, такой гипертрофический рубец вокруг ореолы. И если его закрашивать, ореола становится больше, а женщина, может, наоборот, ее уменьшала. И очень классный способ пройти вокруг ореолы по вот этому плотному рубцу, и ткань становится такой нормотрофической, либо проходит, и потом вы уже можете там немножко закамуфлировать цветом. Вот. Поэтому такая очень большой помощник. И за счет вот этой среды кожа заново позволяет, там идут процессы, и заново формируется коллагеновые волокна. Вот в этой научной работе тоже это все указано, что происходит, когда воздействие еще... Ну, воздействие такой легкой щелочной среды. Вот. Поэтому состав весь есть на упаковке. Я вам приложу фотографию состава. То есть, конечно же, ревайвинг – это сертифицированный препарат в странах СНГ, таможенного союза. Вот. Имеются все сертификаты. Мы тоже клиентам нашим, когда вы заказываете, естественно, отправляем. Вот. И также весь указан состав, потому что многие мастера сейчас интересуются прям составами, все прям так интересуются химией. Вот. Смотрите, я вам приложу состав, а вы себе можете сфотографировать. Так, ищу фотографии. Вот. Ну, если что, нам нужно будет, можно будет поближе. Прислать это все без проблем. Вот. Еще давайте сейчас дальше хотела вам показать. То есть, вы поняли возможности, да, что работа с рубцами, с пигментацией. Вот, кстати, пигментация спустя 8 месяцев. Мы видим, что она не вернулась. Это клиентка первая, кстати, кому мы пробовали удалять пигментацию, а она улетела и вот вернулась через 8 месяцев на коррекцию бровей. Так получилось. И у нее не было пигментации. Здорово, да? Результат. Потому что косметологи, если здесь есть, знают, что пигментация это сложный. Такая зона в косметологии. Вот губы, да, например, то есть через высветление. Он так деликатно высветляет. И клиенту комфортно ходить без изменений цвета и убирает вот эти, говорю еще раз, засаженности и какие-то такие сложные удаляемые вещи. Итак, как работать, что важно знать? Вообще, вот вы, кратко вам тоже еще напомню, скажу, что ревайвинг это от слова ревайв, это воживлять, возрождать, и инг, это краска, чернила. И здесь изначально была цель создать такой продукт, который будет оживлять чернила, оживлять, освежать старый такой засаженный татуаж, собственно, что он и делает. И уже дополнительные такие пошли возможности, которые мы видим на практике, да, это работа с шрамами, это работа с пигментацией. Это такой был очень приятный бонус. Поэтому, мастера, спектр ваших услуг, дополнительный чек, увеличить средний чек, это очень классная возможность. Клиенты возвращаются, потом они приходят к вам на перекрытие, на переделки. Давайте вот еще раз. Показываю слайд, вы можете себе сфотографировать слайд о том, что он все удаляет, и нюансы в работе. Какие нюансы в работе? Обязательно сделайте себе этот скриншот. Очень важно, когда вы начинаете работать, хорошо препарат встряхивать, каждый раз взбалтывать, укладывать состав нужно просто до такого легкого побеления, плотно, смело вы укладываете состав, присутствует легкое покраснение, и повторяем через месяц, либо мы могли использовать сразу же после. После процедуры, во время, на свежую. Тоже, кстати, вот смотрите, здесь пример удаления пигментации. Но еще раз повторюсь, к пигментации со шрамами вы начинаете работать после получения опыта удаления татуажа. Не сразу же, новенькие мастера. И очень простой пост-уход, тоже сделайте, девчонки, себе скриншот. Какой? Очень важно после процедуры промыть. Многие спрашивают, поскольку во многих ремуверах более агрессивных составах нельзя мочить, где присутствует более агрессивная кислота. Здесь можно мочить, но нельзя размачивать. То есть, она умывается спокойно, ваша клиентка, но это не означает, что она ходит в баню, она не ходит в бассейн примерно неделю, пока это заживают такие корочки. И после процедуры вы промываете, как обычно, зеленым мылом, например. Потом клиент, когда приходит домой, она еще раз промывает, потому что, если немножко лимфа будет сочиться, если ее не промокнуть, то она образует и корочку. Поэтому клиент просто обрабатывает дома мылом, ватным диском аккуратненько смачивает и наносит обычный вазелин, сошетки, можно и выдавать. Там создается среда для заживления и препарат там работает. Исключаем баню, сауну и декоративную косметику, то есть, естественно, клиентка не пользуется тональным или гелями для бровей. Также на второй, третий день могут зоны стать поярче, клиентка можно предупредить, на губах, когда удаляют, может просто яркий цвет, как такой карандаш, но это не корки, потому что есть от агрессивных ремоверов человек сходит с корками, она не может промывать и там такие жуткие корки. Здесь этого нет. Здесь заживление идет, как вот обветренные губы, такая корочка. Либо вот я сравниваю, когда вот вспоминаете, мы допустим клей, что-то клеили в детстве, и у вас на пальцах клей оставался, вот такой он потом сходит. Вот здесь также прозрачные такие корочки. И про то, что повторяем процедуру через месяц-полтора, минимум через месяц, я вам тоже уже сказала. Вот, друзья, кто хочет получить от нас видеоурок, как делать процедуру, бесплатный урок, мы вам обязательно его пришлем. Напишите, цифру давайте 3, те, кто хотел бы попасть со мной в чат, где я оказываю поддержку, у нас там более, почти 2000 мастеров, чат в Телеграме, мы постоянно на связи с нашими клиентами, мы помогаем вам, мастерам, в начале работы, мы делимся результатами не только по удалению, но и по пигментам, потому что дополнительная линейка это сексенс, пигменты тоже шикарные, которые для перекрытия, для любой стабильной работы, пигменты, там разные и минералы есть, и гибриды, по пигментам, по удалению мы оказываем поддержку. Вот поставьте реакцию, что вы хотите, и я вам предлагаю сделать сейчас скриншот, смотрите, скриншот, это аккаунт с XSense Pro, это наша поддержка, там мы отвечаем на ваши вопросы, заказывайте здесь ревайвинг, по цене он сейчас стоит 6000 рублей, при средней процедуре где-то в России, например, от 2500 рублей, например, сейчас в Израиле средняя цена, это если в шекелях считать, где-то около 70 долларов процедура удаления стоит, то там идет, ну то есть флакон быстро, в общем, себя окупает, и одного флакона хватает примерно на 15-17 процедур. Вот, девчонки, вы, пожалуйста, подписывайтесь на страницу с XSense Pro, где мы вам будем отвечать, и вы, если под последним постом можете написать просто плюс, мы вам в личку каждому пришлем видеоурок о том, как проходит процедура ревайвинга, и мы вам пришлем на ссылку в чат в Телеграм, где мы вам будем отвечать на ваши вопросы и поддерживать, то есть вот в аккаунте с XSense Pro. Здесь в аккаунте плюс ставить не надо, потому что это закрытый марафон, поэтому переходите на страницу с XSense Pro, там мы будем отвечать вам и пришлем ссылки еще раз на бесплатный урок, как делать процедуру, и на чат в Телеграме. Вот, друзья, давайте я включаю ваши вопросы, если они сейчас здесь есть. Кислотное или шелчное, я ответила. Ко мне приходили очень засаженными контуром губами 15 лет назад, причем он какой-то нюдовый и очень видно. Вот это как раз случай диоксида титана. В чем опасность диоксида титана? Мало того, что он сам никогда никуда не денется из кожи, то есть это такой самый стойкий, такой вредный компонент краски, они там разные, да? Вот. Ацетатные, там, бутильные, разные формулы. И он со временем становится выпуклым как бы в коже. Вот все белые татуировки, они такие выпуклые. И в тот слой кожи, куда вы хотите потом новый татуаж, например, в виде, там диоксид титана сидит, и он не пускает новую краску еще, помимо этого. То есть если ты хочешь его перекрывать, он тебе не даст это сделать, и все это может лечь пятнами. Поэтому я не советую вам перекрывать диоксид титана. Раньше действительно, когда лазеры только были, и они не видят этот белый цвет, сейчас прекрасно диоксид титана удаляет ревайвинг. То есть губы становятся живыми, они потихонечку, вот эта засаженность муки, вот эта белая уходит, и губы становятся живыми. А потом, пожалуйста, вы можете уже перекрывать, либо человек просто, она так соскучилась по своим естественным губам, и она будет ходить без татуажа. Я подожду немножко еще ваши вопросы, пару минут. Вообще мы отправляем, кстати, сейчас я знаю, что в марафонах есть мастера с разных стран, мы отправляем в любую точку мира, поэтому пишите. Также там в Европу, в Америку мы часто все еще отправляем, несмотря на то, что сейчас границы закрыты, здесь из Израиля мы все вам отправляем, поэтому пишите, и поддержку мастеров со всего мира мы вам ее оказываем. С XSENSE PRO я еще раз повторюсь, что тот, кто хочет в чат и получить бесплатный урок, не пишите здесь на марафон, а напишите в аккаунте с XSENSE PRO. Друзья, если было полезно, напишите, пожалуйста, давайте реакцию, можем сейчас сделать скрин. Если вы что-то узнали полезное, познакомились, указывайте страничку марафона, указывайте страничку, можно мою, Иселеич Наталья, с XSENSE PRO. И я вообще продолжаю делиться и в Инстаграме, но в Телеграме у нас прямо такое постоянное общение, в чате по разным вопросам. И там мы тоже в Телеграме будем проводить эфир и по пигментам, разница гибридов, разница минеральные, кому что лучше, в каких случаях. Потому что если вы работаете с перекрытием, а поверьте, сейчас перекрытие, мне кажется, это за ним будущее, то есть спасать после удалений, что-то людям делать. Но вот напишите, девчонки, если вы сталкивались с тем, когда клиент к вам приходит, например, после там многочисленных удалений, и вы уже не можете сделать ничего, вы укладываете те же ваши пигменты, к которым вы привыкли, но уже заживает иначе, не заживает, либо более сизым, каким-то таким серым цветом все заживает. Кто уже с таким проблемами столкнулся, с перекрытием, и у вас есть вопросы, вы хотите так перекрывать, чтобы все оставалось, и цвет был таким красивым, натуральным, то дайте мне тоже знать, напишите цифру 4. Вот, и я вам покажу, кстати, если у меня сейчас здесь рядышком есть. Вот, смотрите, пример перекрытия, это без удаления, здесь были брови красные, так, фотография стала такой крупной, вот здесь, если видно, так она полностью вошла, фотография, здесь без удаления, вот у нее были такие брови серые, вот они коричневыми, они стали, это зажившие уже, после перекрытия, без удаления, потому что там уже ресурс кожи не выдерживал, у нее, вот этой девушке, брови были уже блестящие, и кожа очень жирная, и если бы мы там в ноль удаляли бы ей несколько раз, просто уже кожа очень устала, и поэтому перекрывали. И вот пигменты, кстати, я тоже о нем, о них говорю много в чате, рассказываю, делюсь результатами, ну вот, например, смотрите, да, вот брови были, это моя, кстати, первая клиентка в Израиле, и вот она пришла, потом через три месяца, вот запомнили, да, какие у нее брови были, и мы ей вот уже перекрывали нам прислала, то есть у нее прям классно, свои брови отросли, и уже без удаления. И вот это пигменты, шестое чувство, которые очень стабильны для перекрытия, им надо знать, как работать, там все просто. И вот еще тоже хочу показать пример перекрытия микроблейдинга в русый цвет, это заживший цвет без удаления. Здесь я частично начало удаляла, ревайвингом, и поверху работала цветом. Кстати, тоже такая классная фишка, забыла вам о ней сказать, что ревайвингом вот как раз можно работать совместно в процедуре, одновременно. Вот, кстати, свек удаления татуажа, остатки тоже хорошо убрали. Сначала лазер, потом ревайвинг был. Смотрите, то есть вы, когда делаете процедуру, например, у кого такое бывает, когда она приходит на удаление, например, или на татуаж, и у нее вроде бы все прилично, здесь такие, например, яркие начала, либо у нее концы задранные выше своей формы, и вы, ну, как бы не можете перекрыть вот эти задранные такие третьи-четвертые брови, да, как я это называю, то вы можете параллельно с процедурой, у меня дополнительно к чеку, это частичное удаление считается, как неполная процедура удаления, дополнительно к первичной процедуре, и вы параллельно делаете, например, начало мы удаляем, здесь работаем цветом, и удаляем концы. Очень классный клиент, комфортно, она на недельку ходит, у нее бровь не доделана, потом здесь у нее удаляется, концы удаляются, но ей уже цвет, ей уже легче этот месяц-полтора ходить, она уже как человек, у нее уже есть брови, только чуть доделывает. Потом она приходит на коррекцию, вы, бывает, там все везде цвет есть, вы только удалили начало, например, либо вы просто цветом везде уже проходите, и очень такая в руках, я бы это назвала, ну, как такая классная палочка-выручалочка, то есть можно свои косяки свежие устранить, не заживет, на коррекции засаженности уйдут, вот такие точки, не знаю, вот любите вы или нет, такие точки на веках, да, когда вот эти пиксели все повальны, мастера болели ими, мне не нравится, когда вот эти пиксели на тенях, я это называю, как будто мухи там посидели и сделали дело там нехорошее, и вот эти точки очень классно, тоже просто их уберет ревайвинг, цвет легкая тень останется, а точки засаженность уйдут, вот, и плюс можно работать вместе с перекрытием, параллельно с пигментами, очень классно, но это уже для опытных мастеров, конечно, вообще это легко, но я вам говорю, такие возможности, что есть, и плюс, кстати, сейчас вышел усиленный ревайвинг, пролонгированного действия, ревайвинг плюс, кто уже слышал, вот мне нравится, сейчас Эва, мне, Эва пишет, мне нравится работать ревайвингом, я очень рада, что здесь уже есть мастера, кто знаком с ревайвингом, классно, Эва, расскажите, то, что я вам сейчас сказала, вы узнали для себя что-то новенькое, какие-то такие фишки, работу с ним, потому что мы работаем с ним уже 5 лет, у меня команда, сколько мы удаляли тысячи татуажей за все время, с шрамами, с пигментацией, и я реально говорю как есть, я не то что отдых валю, и потом мы уже стали представителями, что сейчас и в России, и в Москве, и в Израиле, но это все на опыт, и когда ты видишь реально результаты, потому что до этого я видела результаты удаления ремоверов, агрессивных, шрамы, я видела много таких гипертрофических рубцов, розовых, красных, это было жутко, здесь такого ревайвинга невозможно получить, единственное, конечно, если вы неопытный мастер, и самой иглой просто так вспахаете кожу, то вы даже и водой можете получить шрам, ну, которая вообще безопасна, поэтому плотно вносим, рекомендована игла 3-РЛ, многие мастера работают 3-РС-кой, без проблем, рекомендована производителем 3-РЛ-ка, вносите трешечкой поверхностно, глубоко, в конце процедуры может, когда уже такое быть побеление, в конце процедуры может появиться немножко лимфа, либо кровь, это нормально, но лучше, чтобы она не сразу появилась, когда, да, там все у вас в раненую поверхность превратилось, я рекомендую, чтобы это появилось в конце, вот, и по поводу ревайвинг плюс, еще раз, что это улу, такое средство для тех мест на лице, где в ближайшее время не будет татуажа, например, например, к вам пришла женщина, у нее заступы на губах, у нее два конца где-то, да, за пределами, вы удаляете плюс, ревайвинг плюс, и он в течение 2-3 месяцев будет в коже работать, то есть если вы в ближайшее время нанесете туда пигмент, он просто может тоже не прижиться, да, поэтому это для тех мест, которые в ближайшее время не ожидается в них новый перманент, заступы, стрелки неудачные, концы неудачные, плюс, очень классно работает такой, вот, друзья, в общем, еще раз я вам показываю нашу страницу, аккаунт с XSense Pro, подписывайтесь на него, под последним постом ставьте плюс, и мы вам каждому отправим ссылку на чат в Телеграме, где я оказываю вам поддержку, и также мы вам пришлем видео урок, как делать процедуру ревайвинга. Читаю, пишет, я удаляла уже у 4 девушек, я не с начала эфира, очень быстро заживает, отлично, да, вы посмотрите обязательно начало эфира, вступайте в чат, тоже там фишки все пишем, делимся, ну все, друзья, я вас благодарю, до встречи в Телеграме, вам желаю, меньше сталкиваться с трэшем, не делать трэш, чтобы никому не пришлось после вас удалять, и главное, берегите ресурс кожи ваших клиентов, нарабатывайте репутацию, нарабатывайте базу клиентов, чтобы из вас передавали из уст в уста, и смотрите, конечно же на зажившие работы преподавателей, спикеров, любого, кто вам что-то предлагает, смотрите, прежде всего, на зажившие результаты, к счастью, у нас их очень много, больше тысячи заживших результатов, у нас есть канал на ютубе, кстати, ютуб, Есилевич в студии, это каналы моих салонов, в России и в Израиле, мы очень много рассказываем, и показываем зажившие результаты пигментов, у нас по-моему единственный канал, кто только показывает зажившие результаты, и там тоже для мастеров много полезного, в общем, всем благ, успехов, пишите, подписывайтесь, всем пока, благодарю за эфир, Субтитры создавал DimaTorzok